Всем привет, дорогие друзья! С вами Феостон, и это очередной выпуск, посвященный игре Битва Зомби ВКонтакте. Итак, дорогие друзья, как я и обещал, в этом выпуске мы будем перестраивать базу. Вообще, если в курсе, кто заходит на мою страничку ВКонтакте, у меня там периодически проходит конкурс баз. Мы сравниваем, голосуем, и вот я решил сегодня взять на вооружение, наверное, одну из баз, которые уже, так сказать, победили в отборе 1-8 и будут участвовать в 1-4 финала. Вот две базы, и надо что-то выбрать из них. Но вообще, вот что сказать, если их сравнивать? Ну вот, допустим, минусы. Так, у левой, вот что я считаю минусом у левой, так это ПВО. ПВО слабо покрывает базу, они находятся довольно-таки далеко на отшибе, и их легко снести. К тому же, посмотрите, запад у левой карты совершенно голый, можно спокойно оттуда заходить дирижаблями и практически не встретить сопротивления. Пока они долетят хоть до одного ПВО, они уже разнесут практически все. Что касается плюсов левой базы, то, наверное, это склады, они хорошо скрыты в глубинке, КХ в центре, и много стен, через которые толстякам придется проламываться, прошибать одну за другой. Также таксиномет тоже в центре. Что касается правой базы, то тут наоборот, ПВО хорошо покрывает базу, практически все секторы прикрыты, все ПВО хорошо спрятаны в центре. Таксиномет тоже в центре. КХ не совсем в центре, но все-таки и не совсем на отшибе, тоже неплохое расположение. Что бы я сказал из минусов, так это то, что Джек и Джилл, они все-таки где-то на отшибе, за базой. Я все-таки люблю, когда они где-то поближе к центру, ну, чтобы тоже они могли выйти, не сразу умереть и преследовать врагов. А так их можно просто уничтожить в самом начале. Ну и что хотел бы отметить, как плюсы и минусы обеих баз, так это, во-первых, то, что у них много строений за стенами, а именно вышек, ну и других зданий. Плюс, наверное, в том, что если будут нападать какими-нибудь киборгами, то им придется долго кружить вокруг стен, пока они все это снесут, и их будут при этом расстреливать. Ну, если, конечно, заблаговременно метателями не снести все это, чтобы киборги уже проходили внутрь. Ну и что касается минуса вот этой именно расстановки вышек, то, что их легко снести метателями, если у вас именно ресурсы основные в добывающих вышках, то их легко разграбят. Не надо будет проламывать какие-то стены для этого. Что касается второго, так сказать, плюс этих баз, я бы отметил то, что именно стена закрывает ратушу. Вот видите, ратуша у обеих баз окружена стенами, но при этом эти стены, как бы так сказать, вот то есть как некоторые игроки делают, они окружают ратушу стеной, а потом уже вокруг нее стоят какие-нибудь здания или еще что-то, и получается, что они потратили кучу стен просто на то, чтобы окружить ратушу, причем это не самая лучшая тактика. А вот именно у этих двух баз ратуша вроде окружена стенами, но они являются стенами, не окружающими ратушу, а, так сказать, защищающими другие постройки. Просто так сложилось, что они все в своей совокупности еще и окружили ратушу отдельно. Ну, в общем, вот такой вот, на мой взгляд, плюс. Ну и что касается выбора, наверное, я все-таки выберу себе правую базу, потому что на ней хорошо расположены ПВО. Ну, не знаю, все-таки будем думать, будем, наверное, искать еще при этом, при всем, какой-то свой вариант. Мне не нравится, что все-таки Джек и Джилл где-то далеко на отшибе. В общем, подумаем, может быть, я что-то поменяю. Но этим мы займемся чуть позже в нашем выпуске, а пока что давайте к другим новостям. Так, ну, во-первых, у нас сейчас клан стремится все-таки поучаствовать в клановом рейтинге. Я, правда, маленько сглупил. До того, как я узнал эту информацию, я как раз свои трофеи слил. Теперь помаленьку стараюсь набирать. Вот сейчас 377, а наш клан в топе. Ну, до конкурса еще 6 дней. Рано подводить какие-то итоги. Мы еще наверняка потеряем несколько позиций, но пока что мы на 11 месте. Буду, конечно, стремиться, но что-то я сомневаюсь в своих силах. Но буду надеяться, что хотя бы 900 трофеев соберу к концу кланового соревнования. Вот, кстати, что касается атак. Я даже производил несколько таких, знаете, смешных, на мой взгляд, атак, чтобы получать трофеи. Ну, вот смотрите. Один толстяк, одна джилл, плюс 17 трофеев. Один толстяк, джек и джилл, 12 трофеев. Один толстяк, джек и джилл, 17 трофеев. То есть это, знаете, часто попадаются такие вот базы, вот типа такой, слабенькие. Выпускаем толстяка и героев. Сносить тут особо-то нечего. Ресурсов за это почти не дают, но при этом мы не тратим войска. Ну, что там, один толстяк это не трата. И получаем, получаем свои трофеи. Вот такие вот незатейливые атаки помогали мне все-таки по-быстрому отбить те трофеи, которые я потратил на сливе. Ну, что ж, а сейчас, друзья, у нас есть войска и самое время подобрать себе противника. Несмотря на то, что мы, как бы, сейчас вроде гонимся за трофеями, я стараюсь при этом не упускать возможность и ресурсы подзаработать. Поэтому ищу врагов, у которых есть и ресурсы, ну и хотя бы какие-никакие трофеи за это получить. А так бы вот здесь, кстати, неплохо было бы. Вот эта база легко сносится, но не так уж много ресурсов. Кстати, и не так уж и много мы, наверное, войск на это потратим. Вот в этих ветряках можно сразу, наверное, все 50 тысяч энергии захватить. Давайте попробуем снести эту базу при трате не всех войск. Так, Джек, выходи. Несколько метателей. Ну и, наверное, немного воришек запустим, чтобы все это побыстрее было. Вот и все. Этих войск-то, я думаю, вполне должно хватить, чтобы снести эту базу. У него тут почти нет обороны, даже можно было и меньше войск использовать. Но, тем не менее, 15 трофеев, минимальные затраты войск и при всем при этом еще неплохие ресурсы. Не баснословные, конечно, но неплохие. 50 тысяч энергии на дороге не валяется. Ну вот и все. Все ресурсы украли. Но, так как мы теперь боремся за трофеи, то будем продвигаться дальше и сносить остальные постройки, чтобы получить 3 звезды. Возвращаемся домой. 50 тысяч энергии, 43 тысячи токсинов. Ну и войск. Войск было потрачено немного. Так, нам надо восстановить примерно... Так, что-то я запамятовал. Мы потратили примерно 10 толстяков, да, и 10 надо восстановить. Ну, допустим, 3 плюс 3. Это у нас 6. И здесь в двух бараках по парочке толстяков. А, ну и еще метателей. Пускай довеском будет. Скоро войска восстановятся. Долго ждать, я думаю, не придется. Ну, а пока мы ждем, все-таки давайте посмотрим какие-нибудь действительно хорошие атаки, которые у нас были. Не такие, где мы одним героем добывали ресурсы. Ну вот, например, по 130 тысяч ресурсов. 100% победа. Смотрим повтор. Двойная стена. Черная двойная стена. Ну, сейчас, я думаю, да, вот высаживаются толстяки. И используем адреналин, чтобы пробить два ряда стен побыстрее. Рано мы, наверное, выпустили Джека. Он пошел вдоль стен. Лучше бы мы его запустили внутрь с толстяками попозже. Вот Джилл зашла внутрь, а Джек идет вдоль стены. Ну, ладно, он тут сносит бараки. Наверное, сейчас и вражескую Джиллу уничтожит. Внутрь забегают наши воришки. Их, правда, тут поливают маленько огнеметы. А Джека я... Да, я помню, я всю игру путал своего Джека с вражескими. Я думал, что вот это мой Джек. И пытался его направить на огненную вышку. И, кстати, мне-то толстяков, смотрите, потрепало изрядно вражеский Джек. Он, видать, тоже был не особо плохо. А я тем временем... ...своего Джека отправлял на какие-то невиданные цели. Пока все-таки не понял, что это вражеский Джек, а не свой. И уже стал переназначать цели атаки. Причем вот такая вот атака. В итоге мы тут еще выпустили несколько войск, чтобы добить 100%. Ладно, возвращаемся домой. И давайте посмотрим еще какую-нибудь атаку. Итак. Вот, кстати, плохая атака. Снесли всего 52% врагу. Вот 100%. Ну, давайте посмотрим вот эту атаку. Что-то, видать, пошло не так. Где-то мы запоролись. Итак, выходят толстяки на углу. Тут на углу врага самые хорошие стены за 200 тысяч. Точнее, 200 тысяч стоит именно это улучшение стен. У меня таких пока что нет. У меня только вот такие черные все. Толстяки проламываются дальше. Метатели пошли вдоль стены. Но их сейчас всех будет отсеивать по маленькой вражеские вышки. Аптечка слишком ранняя. Ну, я не знаю. Иногда я, знаете, как-то пытаюсь вот все-таки там на раннем этапе где-то использовать аптечку, спасти войска. И вот выходит у врагов небольшая группа толстяков, которые сейчас будут докучать моим толстякам и помаленьку их уничтожать. Выходит воришки. Ну, не знаю. Будем надеяться, что их сейчас сразу не накроет тяжелая пушка врага. Они тут, правда, все уже неплохо подорвались на мине. И смотрите, у нас толстяков почти не осталось. Наш джек пытается как-то добивать ратушу врага, но у него не получается. И, в общем, вот такая вот победа. Но, тем не менее, я бы назвал ее поражением. 50 тысяч украли энергию и 31 тысячу токсинов. Надеялись, я думаю, как минимум в два раза больше утащить. Что касается защит. Защит каких-то интересных, по-моему, что-то нет. Вот враги сносят 0-2 процента. Просто какими-то непонятными силами нападают. Ну, вот 102 метателя. Так, вот единственное, что более-менее интересно. 43 процента. А больше 43 процентов что-то никто особо и не сносил. Вот 48 есть. Что-то в последнее время на меня нападают какие-то сплошные слабаки. Но я думаю, в скором времени я увеличу количество своих трофеев. И атаки на меня будут более зрелищные. Но давайте посмотрим какой-нибудь ради интереса. Вот 43 процента. А здесь у меня, по-моему, если не ошибаюсь, вот эта башня огнеметчиков. А она у меня сейчас улучшается. И вас... Да. Вот видите, она не атакует. Значит, она как раз в этот момент была на улучшении. Так бы врагу, наверное, и того меньше 43 процентов снес бы нам. Толстяки тут подрываются на минах. Продолжает свое шествие. Выходит поддержка Клан Хола. Три толстяка и группа метателей. Враг, конечно, лечится, но... Он не использует бомбу на мою поддержку. Поэтому долго он не проживет. Тут сразу два бункера бьет всех этих толстяков. И даже три бункера. Вот не знаю, мне именно вот у этой, у моей базы, нравится расположение бункеров. Они в центре и очень часто и очень неплохо участвуют в бою. Вот все-таки те две базы, которые я смотрел, у них уже бункеры где-то на отшибе. Я считаю, что очень хорошая тактика, когда бункеры в центре. Это очень помогает, я бы сказал. Ну вот враг высаживает еще метателей. Их, правда, тут сносят по маленьку таксинометы. И опять же подключаются бункеры. Маленькие они, конечно, энергии поворовали с нашего склада, но на этом и все. Так, ну ладно, друзья. И причем, как видите, я маленько перестроил базу, поставил вот здесь две стены. Так, ну а пока мы смотрели все эти атаки, у нас уже, можно сказать, готовы войска. Ну вот осталось еще немного. 193 из 200, но этого уже вполне достаточно, чтобы на кого-нибудь нападать. Давайте пойдем поищем себе какого-нибудь противника, чтобы его было легко снести и много можно было украсть. А вот, по-моему, неплохой вариант. Кстати, у него, смотрите, все добывающие здания, они где-то на отшибе, таком, что можно спокойно расстреливать. И наверняка в них неплохо ресурсов. Хотя нет, смотрите, неспокойно. Даже на таком расстоянии вышка метателей вражеская достает. Ну ладно, все это ерунда. Давайте поставим несколько метателей здесь. Пускай разнесут эти строения. А войсками мы пойдем... А где же мы пойдем? Да пойдем где-нибудь. Да где угодно. С любого угла. Вот с этого, наверное, давайте пойдем атаковать. Держите вам Джека, Джилл в поддержку, несколько метателей. Так, Джек, наверное... Хотя ладно, не важно. Так, ну толстяки уже... Можно уже полечить, да, наверное? Моих ребят. Можно, наверное, им адреналину подбавить. Давайте, ребята, бегайте быстренько. Ломайте стены. В кланходе у врага не оказалось какой-либо поддержки. Джек тут все это время спокойно шалел внутри. Сносил склад за складом. Ходил за толстяками. Толстяки-то у нас бьют только оборонительные постройки. А вот Джек сносит все вподряд. Поэтому толстяки как-то проходили мимо. Сносили только пушки. А Джек по пятам шел и сносил все другие постройки. Ну что ж, вот такая вот победа 100% и получаем мы 130 тысяч энергии и 140 тысяч токсинов. По-моему, неплохо. Возвращаемся домой. Собираем то, что у нас тут накопилось. Хотя меня было довольно недолго, поэтому многого мы тут не сберегли. Давайте сейчас я, наверное, закажу новую партию войск. Ну, сколько там? По пять толстяков в каждом здании. Это будет двадцаточка. По-моему, вполне нормально. Ну и сверху довеском грабителей и метателей. Ну и, наверное, давайте уже приступлю я к перестройке базы. Возможно, что-то подправлю на ходу. Ну а потом посмотрим результат. Ну что ж, друзья, вот и все. Я берусь за строительство. Для этого для начала я раскидаю все здания по углам, чтобы мне легче было оперировать тут со стенами и с остальными постройками. В общем, увидимся, когда я закончу. Ну что ж, друзья, вот у меня и готовы войска. И я, наконец-то, закончил строительство своей базы. Да, действительно, своей я, видать, все-таки не умею брать чей-то замысел и все повторять. Хотя пару раз у меня получалось. Но вот именно в конкретном случае тех двух баз, которые я брал к рассмотрению, меня везде где-то что-то, какие-то нюансы не устраивали. Где-то джек на отшибе, где-то, что бункеры далеко от центра. И поэтому я все же, когда начал строить, я взял за идею какую-то общую концепцию. Ну именно вот эту окружающую базу, вот эти вот раскоряки во все стороны. Но в итоге все-таки создал что-то свое. Давайте посмотрим повнимательнее. То есть у меня чуть поближе к центру все бункеры. Будем надеяться, что они как-то будут отбиваться, защищать какие-то сектора. Также какие-то, конечно, нюансы базы были изменены мной из-за того, что не хватало стен. То есть вообще изначально у меня были здесь большие такие края квадратные, в которые вставлялись энергогенераторы. Но тогда не хватало стен, чтобы сделать перемычки. И поэтому пришлось все маленько поменять. В итоге получились вот такие вот пушка на отшибе, вышка-метатель на отшибе. И вот здесь вот крестовая стена. То есть, понимаете, крестовые стены чем плохие? Если их сносишь, то сразу открывается дорога на три пути. Сюда, сюда и сюда. То есть если нападать именно с этого угла. Поэтому я их посильнее защитил всякими минами, люками. Но этого, конечно, может оказаться мало. Скорее всего, даже этого окажется мало. Но будем надеяться, что враги все-таки отсюда нападать не будут. Ну а если будут, то поживем, увидим. Если все-таки это будет большой минус моей базы, то будем что-то менять. Базу ведь всегда можно дорабатывать, когда именно на вас нападают. Вы смотрите недостатки и что-то меняете. Три ПВО относительно близко к центру покрывают большую часть базы. Единственное, что вот здесь небольшой угол. Ну, как бы что-то не покрывает, но большую площадь покрывает все-таки. Вышки огнеметчиков все-таки как-то сосредоточены на севере. Да, на юге что-то ничего нету. Может быть, что-то куда-то перенести. Например, допустим, как-нибудь... А, вот так, возможно, можно сделать. Ну, в общем, тут еще много мыслей. Можно что-то менять. Возможно, лучше вернуть обратно, как было. Зачем нам тут вышка-метатель? Ну, вот она. Где больше покроет? Здесь или... Вышка-то огнеметчиков имеет какой-то ограниченный радиус. Ну, не знаю. Давайте не будем по этому поводу заморачиваться. Когда на нас будут нападать, тогда уже и будем мыслить по ходу. Ну, а теперь, что касается наших войск. Они готовы для атаки. И мы готовы искать нового противника. Какого-нибудь богатенького и слабенького желательно. Ну, вот, друзья, мы и нашли нашу жертву. На самом деле, тут все выглядит безумно просто. Стены ничего не покрывают. Можно просто идти и сносить все подряд. Ну, ладно, давайте толстячки. Идите, может быть, даже не всех. Может, сэкономим. Но четыре штучки себе оставим. Пускай идет джек, пускай идет джилл и метатели. Так, ну, мы тут, конечно, поторопились. Ну, ладно, ребят, начинайте с этого угла. А там уже толстяки почистят. И вы спокойно сможете продвигаться дальше. Так, что касается тебя, джек. Иди сноси пушку. Что-то тут телешься. Ну, иди тогда сразу. Так, толстяки куда-то отвлекаются. Не буду же я одним джеком танковать. Зачем мне все это? Джилл? Джилл, иди склады сноси. Джек, иди, наверное, в вышку огнеметчиков. В одного, справишься? Да, Джек, ты молодец, ты силен. Так, ну и давайте, наверное, чуть-чуть воришек. Пускай нам тут помогут. Вот видите, мы опять смогли неплохо наворовать ресурсов. И при этом использовать не все войска. То есть, сэкономите. И благодаря этому мы сейчас быстрее. Быстрее отправимся в следующую атаку. Нам не придется долго ждать, пока подготовятся рекруты. Отлично. Три заезды и плюс 114 тысяч энергии. Возвращаемся домой. Вообще, я не знаю. Вот у нас есть вышка огнеметчиков. Она стоит 900. А улучшение вышек метателей тоже по 900. Мне почему-то казалось, что у меня было что-то за 1100. Могу ПВО поставить на улучшение. Тоже 900 тысяч. У нас два ПВО шестого уровня. Одно пятого. Так. Ну, чем займемся? Вышки метателей, ПВО? Давайте, наверное, поставим на улучшение... Нет. ПВО пока оставим. Оно сколько будет улучшаться? Довольно долго. И когда мы наберем много рейтинга, оно нам, в принципе, пригодится в обороне. Потому что часто враги будут нападать хиппи. Пускай пока будет такое, пусть и неполноценное. А на прокачку мы поставим все-таки в этот раз вышку метателей. Пять дней она будет улучшаться. Пять дней мы будем без нее. Это, конечно, тяжко, но я думаю, мы это переживем. И давайте сделаем до заказ войск. Так. Нам понадобятся толстяки. У нас есть сейчас сколько? Четыре штучки, да? Нам надо... Нам надо 16. Это значит по четыре в каждом бараке. Ну, а потом сделаем до заказ метателей. Так. Что-то пошло не так. Здесь четыре. И еще в одном бараке мы не заказали пока что толстяков. И давайте, наверное, перед тем, как мы сделаем до заказ метателей, все-таки раздадим кому-нибудь. Надо клану помогать. Тем более, что сейчас все стремятся набирать трофеи, и поэтому поддержка клана никому не помешает. В том числе и мне. Ну, а как говорится, если хотите, чтобы вам помогли, надо помочь кому-то еще. Так. Что-то тут какой-то глюк. Я не могу ему отправить войска. To main action. Try again. Later. Ну, в общем, говорят мне, что слишком много действий я произвел, и предлагают мне попозже заняться этим. Ну, ладно. Тут какие-то, в общем, ошибки выплывают. Что касается моего клан-хола, у меня тут тоже всего пять метателей. Мне самому поддержка клана не помешает. Ну, и теперь давайте, наверное, сделаем до заказ войск. Понемножку метатели везде, и уже в ближайшее время мы сможем снова отправиться в бой. Так. Ну, вот и все. Мне придется подождать чуть подольше, а для вас новые атаки через несколько секунд. Ну, друзья, у нас и готовы войска. Значит, мы готовы снова отправиться в бой и подобрать себе какого-нибудь оппонента. Знаете, ребята, я вот припоминаю, раньше, когда-то, когда я играл, вот во время этих клановых турниров, я как-то все больше искал врагов не по тому параметру, есть ли у них деньги или нет, а я пытался найти какого-то именно противника, у которого я 100% выиграю. Сейчас я все-таки как-то играю попроще, и я пытаюсь выбирать противников, не которых я просто выиграю. Хотя вот за того, за предыдущего 50 аж целых трофеев давали. А все-таки ищу кого-нибудь, у кого есть ресурсы. Победить-то тут много, кого можно даже на 100%, очень много врагов с легкими базами. Но надо искать что-то все-таки такое вот, типа такого, да. Это все-таки не самый простенький враг, но у него очень много энергии. А значит, надо нападать. Давайте, наверное, отправимся с этой стороны. Так, все, толстяки заходят внутрь. Их, кстати, тут уже неплохо так прижимает к земле. Ребята, вы держитесь, я вам еще помогу. Так, все, пора лечить, ребят. А то они долго не протянут. А тут у человека все склады практически в одном месте, да, вот в этом кругу. Можно уже, наверное, воришек запускать. Пускай идут, маленько поворуют. Так. Так, воришки у нас тут загнулись, но, тем не менее, мы все у врага украли. Хотя и заработали всего одну звезду. Ну как все? Не все, конечно, но практически все. У врага почти ничего не осталось. Можем вот ему еще сейчас главное центральное здание сломать. Джек, ну что-то там стало. Все, иди оттуда. Что-то там получаешь по мордам. Хотя, ладно, тебя в любом случае убьют. Но вот Джилл пока тем временем разнесет вражескую ратушу. Получим две звезды и сможем спокойно отсюда отчаливать. Все, полной победы не удалось, но, тем не менее, две звезды, 118 тысяч энергии и 14 тысяч токсинов. Возвращаемся домой. У нас теперь 300 тысяч энергии. Нам понадобится больше. Нам нужно 900 минимум, чтобы продолжить улучшение зданий. Но этим я всем займусь уже за кадром. А мой сегодняшний выпуск на этом можно считать оконченным. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.